Как правильно выполнить задание по математике 1 класс, страница 4. Рассматриваем тему вверху внизу, слева, справа. Нам нужно раскрасить вагончики так, чтобы красный вагончик был между синим и желтым, а зеленый слева от желтого. Значит, первый вагончик будет зеленого цвета. Раскрашиваем именно вагончик. Раскрашивать нужно так, чтобы линии не выходили за рамочку вагончика. Зеленый, он слева от желтого, значит, следующий вагончик будет желтого цвета. Красный вагончик между синим и желтым, то есть синий-желтый, а между ними красный. Вот таким образом раскрашиваем вагончики и выполняем второе задание. Флажок, который выше всех нужно раскрасить красным цветом. Выше всех второй флажок. Ниже всех с желтым цветом. Самый низкий флажок и его раскрашиваем с желтым цветом. Далее, флажок между красным и желтым раскрашиваем синим цветом или голубым цветом. И получается, что у нас флажок, который первый, остается нераскрашенным. За правильно выполненную работу можно отметить. Умничка! Выполняем следующее задание. В следующем задании нужно посмотреть на рисунок кроликов, которые смотрят направо, оставить белыми. А который смотрит налево, нужно раскрасить черным цветом. Определяем, где право, где лево. Для этого поднимаем руку. Подними левую руку. Подними правую руку. Заяц, который смотрит налево, его нужно раскрасить черным цветом. Значит, этого зайчика раскрашиваем. Раскрашиваем зайца, не выступая за рамочки. Мы не просто так рисуем, мы готовим нашу руку к письму. Раскрасили зайца. Читаем задание дальше. Дорисуем морковки, чтобы у всех кроликов их стало поровну. Находим кролика, у которого есть морковка. Это первый кролик. У этого кролика две морковки. Значит, каждому нужно нарисовать по две морковки. Раскрашиваем морковку оранжевым цветом, ботву зелёным. Дорисовываем простым карандашом каждому кролику по морковке. Дуга, дуга и ботва. Дуга, дуга и ботва. И раскрашиваем этому морковку. И опять раскрашиваем так, чтобы за рамочки не выходили. И следующему кролику тоже две морковки. Дуга, дуга и ботва. Дуга, дуга и ботва. И раскрашиваем. Всё, дорисовали. Следующее задание. Подчеркни, что меняется. Цвет, размер или форма. Смотрим на мячики. Маленькие, больше, больше, больше. Цвет одинаковый, форма одинакова. Меняется размер. Например, находим слово, которое обозначает размер. Подчеркиваем его. И дорисовываем справа два мяча по этому же правилу. То есть следующий мяч должен быть ещё больше, чем предыдущий. И ещё один мяч больше, чем предыдущий. И раскрашиваем так же, как на картинке нарисовано. То есть с жёлтым и синим. Следующее. Обведи, продолжи ряд. Рисуем флажок, который смотрит вправо. Рисуем флажок, который смотрит влево. Рисуем флажок, который смотрит вправо. Рисуем флажок, который смотрит влево. Следующий флажок будет вправо. Рисуем и проговариваем. Следующий флажок смотрит влево. Право-лево. Следующий узор нужно просто обвести и продолжить. Проговариваем. Вниз, вправо-вверх. Каждый элемент нужно проговаривать.